Азербайджанские СМИ, комментируя речь министра ИД Азербайджана Эльмара Мамедьярова на сессии Генассамблии ООН в Нью-Йорке, говорят о провале урегулирования. Имеется ли в виду, что министр Мамедьяров не оправдал доверие, и можно ли считать его речь на сессии Генассамблии прошением об отставке. Со времени прошлогодних общих обсуждений не было достигнуто никакого прогресса в политическом урегулировании конфликта, сказал Мамедьяров, сославшись на отсутствие подлинного интереса Армении к урегулированию. Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что недавние заявления премьер-министра Армении открыто указывают на стратегию, направленную на защиту результатов войны. Фактически, намерение руководства Армении, сохранение статус-квор, сказал он. Можно ли утверждать, что азербайджанский министр признает провал переговоров, и значит ли это, что ему нашли в Баку замену. Конкуренция между отдельными группировками в Баку, хоть и не проявлялась остро, но ощущалась в оценках. И не исключается, что Алиев решил сменить своего министра. Провалом Азербайджана стал прежде всего несостоявшийся обмен пленными накануне встречи министров ИТ в Нью-Йорке. Баку до встречи открытым текстом предложил обменять двух содержавшихся в Степанакерте азербайджанских диверсантов на двух плененных граждан Армении. Однако и официальный Степанакерт, и глава МИД Армении заявили, что обмен неравнозначный, и армянские граждане должны быть возвращены в рамках гуманитарных процессов. Баку упорно пытался свести переговорный процесс к обмену, но армянская сторона вернула азербайджанского министра к главному вопросу, готов ли Баку рассмотреть статус Карабаха вне территориальной целостности Азербайджана. Основной целью продолжающегося мирного процесса является, восстановление территориальной целостности Азербайджана в рамках границ, признанных на международном уровне. Достижение этой цели обязательно и не приемлет никаких компромиссов, заявил Мамедьяров. Фактически Баку отказался от компромиссов, и Мамедьяров тем самым ставит точку как в своей политике, так и так называемых мадридских и иных принципах. Баку отказывается от компромисса, и если раньше альтернативой этому называли войну, то теперь — признание статус-кво. По словам премьера Армении Никола Пашиняна, который также выступил на сессии Генассамблеи ООН, власти Азербайджана не намерены урегулировать этот конфликт, они хотят победить народ Нагорного Карабаха. Они не хотят идти на какой-либо компромисс. Пашинян отметил, что их цель — это месть за неувенчавшийся успехом акты агрессии в отношении народа Нагорного Карабаха в 1990-2016 годах. Фактически наши противники хотят вернуть Нагорный Карабах в том статусе, в котором он был в советское время. Но эти усилия тщетны, — отметил он. В заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ также нет ссылок на предметные переговоры. Сопредседатели обсудили дополнительные меры по снижению напряженности и поддержанию атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров, говорится в заявлении ОБСЕ, а армянская сторона подчеркнула важность усилий по снижению напряженности, включая внедрение и укрепление соответствующих механизмов. Глава МИД Азербайджана считает, что за год в Карабахском урегулировании не было достигнуто прогресса. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров считает, что в течение последних 12 месяцев в урегулировании Карабахского конфликта не было достигнуто прогресса. Такое мнение он выразил в субботу, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи. ООН, сообщает ТАСС, важно отметить, что с прошлогодней общеполитической дискуссией ГООН не было достигнуто никакого прогресса в политическом урегулировании конфликта, несмотря на прямые контакты лидеров двух государств и встречи глав МИД в течение последних двух лет, цитирует агентство слова Мамедьярова. По его мнению, причиной этого является явное отсутствие искренней заинтересованности у руководства Армении в мирном урегулировании. Ереван, наоборот, своими заявлениями и действиями подрывает этот процесс и препятствует попыткам как можно скорее найти мирное решение, добавил министр. Азербайджан по-прежнему настроен на скорейшее политическое урегулирование конфликта, — подчеркнул Мамедьяров. Он также заявил, что переговорный процесс не может продолжаться вечно, а также не должен ущемлять неотъемлемое право на самооборону, согласно уставу ООН и международному праву. Премьер-министры Армении и Сингапура обсудили широкий круг вопросов развития двусторонних отношений. Стартовал официальный визит правительственной делегации во главе с премьер-министром Республики Сингапур Лисянь Луном в Республику Армения. В Ереване, на Баграме на 26, премьер-министр Армении Никол Пашинян и госпожа Анна Акапян встретили главу правительства Сингапура и его супругу Хо Чин. Прозвучали государственные гимны двух государств, после чего состоялась официальная церемония встречи с участием почетного караула. После церемонии фотографирования начались переговоры между правительственными делегациями двух стран. Приветствую своего сингапурского коллегу в Ереване, премьер-министр Пашинян отметил, «Ваше превосходительство, я с теплотой вспоминаю недавний официальный визит нашей делегации в Сингапур, который прошел продуктивно и в прекрасной атмосфере. Мы придаем большое значение развитию и расширению отношений с Сингапуром и уверены, что ваш визит в Ереван будет способствовать углублению и укреплению многостороннего сотрудничества между нашими странами». Премьер-министр Сингапура поблагодарил за теплый прием. «Господин премьер-министр, ваш визит в нашу страну был весьма продуктивным, и мы приехали в Ереван с целью придать новый импульс двусторонним отношениям. Мы придаем большое значение расширению отношений с Арменией, в том числе в области развития экономики и деловых связей», — сказал Лисянь Лун. Стороны выразили уверенность, что взаимные визиты на высоком уровне будут способствовать сотрудничеству в политической, экономической и гуманитарной сферах. Собеседники коснулись работ по выполнению достигнутых еще в Сингапуре договоренностей и отметили, что двусторонние отношения продолжают динамично развиваться. В частности, Никол Пашинян и Лисянь Лун обсудили вопросы, касающиеся реализации совместных инвестиционных программ, роста объемов товара оборота, сотрудничества в сферах высоких технологий, туризма и других областях. Никол Пашинян представил ход институциональных реформ в Армении, в том числе в судебно-правовой сфере, системе государственного управления, борьбе с коррупцией, улучшении инвестиционной среды и других направлениях. Премьер-министр Сингапура подтвердил поддержку армянским коллегам со стороны правительства своей страны в деле обмена опытом в различных областях и эффективном осуществлении реформ. Собеседники также обсудили вопросы многостороннего сотрудничества, в частности, в рамках соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве, которое будет подписано между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром. Никол Пашинян и Лесянь Лун выразили уверенность в том, что как вышеупомянутые, так и двусторонние соглашения между Арменией и Сингапуром об услугах, торговле и инвестициях придадут новый импульс активизации двусторонних экономических отношений и реализации огромного потенциала в этом направлении. Собеседники также обменялись мнениями вокруг других тем регионального значения. Армен Саркисян, премьеру Сингапура, у меня есть предчувствие, что мы стоим на пороге Великой Эпохи. Президент Армении Армен Саркисян сегодня, 29 сентября, в президентской резиденции принял прибывшего в Армению с официальным визитом премьер-министра Сингапура Лесенлуна. Об этом новости Армении Ньюс.М сообщили в аппарате президента Армении. После беседы Армена Саркисяна и Лесенлуна состоялась встреча делегаций обеих стран в расширенном составе. Поприветствовав визит высокопоставленного гостя и его делегации в Армению, президент Саркисян, в частности, сказал, «Я очень рад, что отношения Сингапура и Армении развиваются в верном направлении. Для меня символично, что за время вашего пребывания здесь вы встретитесь также с главами государств участников Евразийского экономического союза Ирана. Надеюсь, что в будущем вы будете использовать Армению как врата в Евразию. Ожидаю, что вы вновь посетите нас уже на более длительный срок, чтобы я и мои коллеги, правительства имели возможность больше показать Армению и Армян». Премьер-министр Сингапура поблагодарил Армена Саркисяна за теплый прием. Мы и небольшие страны, живем в мире, полном вызовов, связанных с неопределенностью. Однако в то же время в непредвиденных ситуациях у небольших стран есть преимущества, так как они способны быстрее адаптироваться, быстрее, чем крупные страны, выбирать новые направления. Настало время, чтобы мы сумели извлечь выгоду из диалога, а также возможности совместной работы, сотрудничая в сфере экономики, в рамках туристических, научных и исследовательских программ. «Надеюсь, что мы сумеем сделать больше с Арменией, нанося взаимные визиты из Сингапура в Армению и наоборот», — сказал премьер-министр Сингапура. В свою очередь президент Армении отметил, что независимо от того, является страна крупной или небольшой, вызовы 21 века будут связаны с тем, как ты распоряжаешься огромной информацией, насколько ты эффективен. «В какой-то мере у меня есть предчувствие, что мы стоим на пороге великой исторической эпохи», — отметил президент Армении. Армен Саркисян подчеркнул, что обе страны могут, в частности, эффективно работать в сферах математического моделирования, искусственного интеллекта. В целом, стороны выразили уверенность, что весьма перспективными для сотрудничества могут стать такие сферы, как высокие технологии и банковская система. В этом контексте стороны подчеркнули важность активации контактов предпринимательских кругов обеих стран. Пишите ваше мнение в комментариях, и подписывайтесь на канал, чтоб не пропустили новые видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова